Народ, всем здорова! Давненько я ничего не снимал, целую неделю просачковал, имеется ввиду по ютубу. Было много сильнодел, само собой переезд, все, готовимся, пакуемся, все делаем. Сегодня погода вроде ничего, правда ветерочек. Решили приехать, отметить 5000 подписчиков. Приехали на канал, на то же самое место, здесь в этот раз чистенько, никто ничего, мусор не оставил. Ну и естественно мы с собой тоже весь мусор заберем, оставлять здесь ничего не будем. Сегодня будем готовить конкретную еду, возможно многие из вас пару рецептов даже таких и не знают. Так что у нас сегодня будет шашлык, шашлык из печени, это уже второе блюдо, и форель, офигенная, как я делаю ее на гриле. Так что пойдем. С собой я взял своих девчат, Наталья оператор, Борис со мной не поехал, не захотел, говорит как будет готово, он потом с дедом подъедет. Ну посмотрим. Со мной как всегда, опять же, два моих чудо ящика, помните я готовил, когда этот, бешпармак. Лучше не придумаешь. Ну он, видишь, у тебя уже помощница. Ну, само собой взяли с собой тайфунела, тайфунел бегает, уже пытается погонять уточек. Блин, целую неделю я просачковал, да, вообще? И ничего не делал. Так, зонты, смотрите, чем хороша машина микроавтобус? То, что туда влазит очень много. Весь его хлам вот этот рыбацкий. Да ты смотри, помимо хлама, два зонта сейчас. Мангал, смотри, дровишки. Сделаем чай, все сейчас сделаем, сейчас будем конкретно отдыхать. Сделаем пир нашему животу. Ты чай взял? Пир на весь мир. Да, все взял, конечно. С Казахстана который? Ну, конечно. Не раскрывай все заранее. Так, установим зонты, может, чтобы не было ветра, да? Сегодня повезло, народу здесь немного. Ворота я сам открыл, все заехал. У меня есть ключик. Который называется пассатижи. Вот так вот, ребята, я расположился. Смотрите, сделал защитку небольшую. Сейчас соберу мангал. Здесь, кстати, кто-то кушал. Смотрите, пасхальные яйца уже совсем недавно. Возможно, даже это были индусы, потому что праздник индусов проходил вот тут, тут как раз рядышком. В пасхе оно не могло сохраниться. Вот, Наталья. Всем привет. Помните, ребята, я принял вызов в челлендж спортивный? Там, скакалка, груша, шею качал, все такое. И вот один подписчик написал мне, что жаль, что нельзя принять участие подписчикам. Ну, так как у них типа нет канала, то сюда как это мы увидим. Я говорю, почему нельзя? Принимайте, делайте, и мы в вашем видео поделимся. Так вот, один подписчик вдохновился так, что начал даже снимать видео. И уже около 10 видео выпустил на своем канале. Канал называется его АУНТА ФАМИЛИЯ. Так что ссылку оставлю на него в описании. Проходите, подписывайтесь, посмотрите. Шашлычок будем жарить на углях, естественно. Вот эти дровишки я взял, чтобы потом, если что, мой котелок разогреть и сделать этот чаек. Вот такая вот у меня, ребята, форелька, 3 штуки. Правда, она была мороженая, может, уже отходит. Я ее утром достал, сейчас время уже обед, суббота. Так что сделаем офигенное, офигенный рецепт очень, вам понравится. Если один раз попробуете, то вам понравится. Напишите в комментариях, нравится ли вам Юрика рецепты. Я ему все давно говорю, что давай иногда готовить людям, показывать. Он всякая такую вкусняшку может готовить. Но Юрик почему-то стесняется или что, не знаю. Я ничего не стесняюсь, просто когда ты сам готовишь, что тебе нужен, вот как ты сейчас оператор. А вот так как я бешмармак готовил, например, было неудобно снимать и самому готовить только из-за этого. Так что подбодрите его в комментариях, и тогда будут рецепты для вас. Для вас. Вы смотрите видео, а мы кушаем. Кстати, у меня есть много рецептиков всяких, бутербродиков вкусных. Если желание есть, тоже могу выставить. Ну, конечно, выставим. Все. Юрик тут сооружает стол. Так, ну прежде чем соорудить стол, что там далеко, пойдем поближе, поближе. Надо разогреть кровь. Сейчас выпьем с Англии. Чисто испанское, ребята. Наталья у меня сегодня за рулем, так что мне можно. Хотя я планировал сегодня только выпить чайку. Но за 5000 подписчиков ты поднимешь тост, да? Это точно. Кстати, я на инстаграм был снял, когда шампанское открываю, видео так и не выложил еще. Это, смотрите, чисто испанское фляжка. Как говорил там Амар Хаям, вино от рада сердцу и утешение души. Что за жизнь без вина? Ваше здоровье? За вас. Мы очень рады, что вы у нас есть. Что поддерживаете нас. Будем стараться так и дальше. Хорошо пошла. Надо повторить. В общем, ребята, что понадобится нам, чтобы приготовить форель такую? Смотрите, зелень. Здесь петрушка с укропом. Два лимончика и потом бекон. Сейчас увидите, что я буду делать. Сначала режем мелко зелень. Режем зелень. О, лимон покатился. Он уже сам просится в форель залезть. Дальше хлеб. Зачем тебе хлеб? Они уже наелись. Они шашлыка ждут. Нарезали зелень, теперь фаршируем. Смотрите, просто открываем. Раз, раз, раз. Положили немножко. В каждую. Рецепт бомба, ребята. Кто не знает, мне как-то тоже, как мой товарищ, показал. Больше 10 лет назад. С тех пор я только так и делаю. Но ты должен еще сказать, что ты ее не солишь, да? Я ее не солю. Кто хочет, может посолить. Почему я ее не солю, ребята? Потому что бекон, если вы так его попробуете, он не соленый. Если вы его поджарите на сковородке, кто делает яичницу или что-то, он сразу становится выделять соль конкретно. Так что мы обмотаем сейчас. Сейчас все покажу. И соль он отдаст. Какую надо. Смотри, даже пчела прилетела. Ну, я до этого грела. Он пусть огурцы с помидорами ест. Нечего нашего рыбу есть. Ну. Опа. Вот так. Теперь лимончик. Смотрите. Мусор. Мусор всегда с собой. Мой девиз. Ох, какой красивый. Потонщик. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Теперь вот так вот. Просто вкладывайте. Один, два, три штучки. И три. Закрываем. Также здесь. Опа. И также здесь. Кто-то скажет, может быть и совместимо. Я тоже так думал. Ну, когда попробовал, это бомба. Рыбак прошел. Повернись, покажи его. Не машет головой. Смотри, что я форель делаю. Думает, что я поймал, наверное, здесь. Сейчас думает. Он, может, хотел уже домой идти. Скажет. Ну, нафиг. Они форель поймали, да? Пайдуры тоже порвать. И все. Просто, ребята, обматываем. Бекончиком. Хоп. Кстати, бекон подтаял. Вот так полностью. И форель не будет гореть, ребята. И прилипать не будет она так. И рыба получается очень сочная. Да? Да, да. Это место всякого подсолнечного масла. Есть же рецепт. Селедка под шубой. У нас будет. Давай запатентуем. Форель. Форель под шубой. Под это. Оп. Смотри, как ложится. Тайфуша. Еще бы бекон был бы, как скотч, знаешь, такой, замутанный. Берешь его раз-раз. Ну да, нет, у нас погода жаркая и немножко подтаяло сольцо, да? Да, прямо она видна. Смотри, ты ее как в пеленочку заматываешь, голова торчит. А, вот так вот, ладно. Вот так. Все равно сейчас прижмем и будет нормально. Пусть так. Просто он клеится, весь бекон. Прижимаем. Оба-на. О! Как вам, ребята, такое, а? Красотей. Смотрите. Я тут, значит, делом занят. Они тут фотосессии устроили, смотрите, с моей рыбкой. Ну, кстати, ребята, вот смотрите. Вот там рыбачок, видите, сидит под Ивой. Куда мы хотели в прошлый раз сесть. А вот уточки. Кира их кормит. У нас начинает усиливаться ветер, стоит по погоде, что будет гивитор. То есть, не погода серьезная. В общем, 4 часа у нас времени есть, так что заряжайтесь, ребята, позитивом. Смотрите, как мы готовим. И всем приятного аппетита. А я уже разжигаю угли. Надо готовиться, а то как сейчас сливанет еще. Потому что все рыбаки уже все разбежались, никого нету. Ну, что-то странно. Обычно на этом месте, куда мы приезжаем, столько много людей сюда сидит, что не найдешь места, а сегодня мы тут одни короли. Смотри, вот это будет у меня под печень шампура такие, которые от электрогриля. А эти вот шампура, которые я делал сам. Подожди, еще один сюда. Еще один. Это будет под шашлык другое. О! Все. Для печени нам, ребята, понадобится кусок сала хорошего. Смотрите, какое он. Чистого сала. В общем, вот сама печень. Сейчас я вам вскрою ее. Печень. Хотят сказать, в салах стоит, что украинское. Да? Да. А, украинское сало. Свинюшка немецкая. Смотрите, печень. Ребята, некоторые говорят, печень надо, это свиная печень, вымачивать в молоке, некоторые говорят нет. Вот у нас в семье то же самое. Я говорю, не надо. Наталья говорит, надо, в молоке. Ну, как надо, значит надо. Она вчера поставила ее, она там где-то часов 15 просто вымачилась в молоке. Сегодня я так немного слил и взял с собой. В общем, посолили, поперчили и вымочили. Залили молоком и все, постоят. Ну, главное, чтобы минимум часа два постояло, тогда она будет мягкая и вкусная. Да. И потом будем чередовать с этим салом. Смотрите, вот сюда. Вот, видите, какая печенюшка отличная. Очень даже вкусная. Я когда первый раз попробовал, мне не очень зашло. Как-то мне показалось, печень суховатая какая-то. Может быть, возможно, было неправильно приготовлено. Потом начал готовить сам. И когда сам, стало отлично получаться и очень вкусно. Ну, а новую перчаточку одеть, чистенькую. Так, сальцо нарежем, смотрите. Ох, какое. Сейчас лучка и все. И можно так лопать. Если его сейчас в рот положить, оно прям растает, да? Да, да. Оно уже тает, смотри. Просто берем кусочки небольшие. Может квадратики вот такие вот, типа, ну вот так даже, смотри. Давай так и сделаем. Вот так вот, ребята, насаживаем, смотрите. Оп. И чередуем. Оп. Вдоль не лучше одевать салом? Смотри, оса прилетела. Иди отсюда. Смотри, она хочет на мангал. Ну, давай с тобой насадим. Поджарим с тобой вместе. Фу, иди отсюда. Да пусть пожрет, посиди. Вот такая вот, ребята, тема получается красивая. Видите? И оса. Тут так тут. Фу, что отсюда вот. Фу. Сейчас она тебя цапнет. Да они достали меня уже эти оса. Ребята, угли шепчут, смотрите какие. Какой красивый малиновый цвет. Разноцвет, фиолет и все на свете. Вот такие вот ништяки у нас здесь получились. Вот эта вот оса меня просто уже достала. Смотрите какая. Я уже чашку там поставил с остатками молока, то что было. Пусть они там питаются. Главное, чтобы сюда ко мне не лезли. В общем, вот такие ништяки получились. Теперь переходим к третьему рецепту. Поверьте, это очень вкусно. Это для истинных гурманов. Кто понимает, кто любит печень. Это вкусняха. Ребята, наконец-то третий рецепт. Вот мой шашлык любимый. Смотрите, вот готовы. Здесь почти 4 килограмма, 3,800. Как мариновал. Соль, лук, перец, как всегда вы знаете. И лук. Лук я через блендер пропустил. Я обычно делаю или кольцами режу, это вы знаете. Потом я делаю как еще. На терке. А сегодня сделал на блендере, чтобы он еще конкретнее был. Потом я добавил еще 2 стакана минеральной воды с газом. Чтобы он еще сочнее был. Так что, насаживаем вот такую вкусняху и будем пировать сейчас. Также я накрыл, чтобы мухи не летали. Я вот не люблю, когда мухи или какая-то ерунда. Но мух, кстати, и нету. Там в основном одни эти летают. Пчелы. Естественно, ребята, опять свежая перчаточка. Шампура делал сам лично. Кстати, у меня еще есть заготовки, надо еще сделать. В принципе, зачем столько? И мне понравились они в инстаграме, хочу себе заказать тоже. Красивые там ребята делают. Насаживаем. Смотрите, как взялся вот лук вот из блендера. Как кашица. А шашлык мягенький, мягенький вообще. Я смотрю, что прям шампур туда одевается со свистом, да? Со свистом. Прям свистит. Воспитательница из садика как-то нашла меня в ютубе. Немка. И теперь смотрит. Говорит, почему ты не делаешь унтертитры? Ну, то есть субтитры снизу. Говорит, неплохо было бы, если понимать, что ты там говоришь. Ну и даже, говорит, не понимая, очень красиво и аппетитно. Особенно, когда ты готовишь. Она мне сказала. Она сказала, на этих палочках ты какое-то мясо там надеваешь. Ну, видать, ну, на кебаб я делала или что? Очень понравилось. Я там в садик прихожу, теперь я у них звезда там. Они все, все для меня. Кофе предлагают, давай вперед, вперед. Уже все воспиталки в курсе, короче, с каждой группой ко мне подходят. Ой, вы правда это, у вас муж ютубер. Короче, смотрят нас все. И Кирстин, которая вот, Кирочка, ходит в группу, она очень хочет попробовать это мясо. Я Юрьку говорю, как-то надо будет нам на каникулах пожарить шашлычок и принести им. У нас садик рядом с домом прям. Вот такой вот, ребята, шашлычок получается. Смотрите, какие уже палочки. Я уж практически весь насадил. Палки огроменные. Ништяк, смотри, какая баржда. Покажи людям. Баржа разворачивается. Точно. Я думала, она такая широкая и плывет по реке, а она еще и разворачивается. Она разворачивается и сейчас пойдет сюда. Или, возможно, они уже загрузили и разгрузили. А, возможно, на завод приплывала, да? А знаешь, как называется баржа? Зефир. Да, да. Зефир 2. Ребята, шашлык тоже готов. Вы только посмотрите на это. Только гляньте. Ах, красотень-то какая. Ах, красотень-то какая. Все. Угли тоже я уже разровнял. Все, они готовы. Так что за это не грех поднять еще стаканчик. Сангрии. Ваше здоровье. Ах, пора. На мангал. А? Ну кто скажет, что это некрасиво, а? Какой запах уже идет сразу же. Сразу же. Красотища. Так, печень готовится очень быстро. Ее самое главное не пересушить. Готовится быстро. И не забывайте купить. Запах уже пошли офигеть. Конечно. Как лучком пахнет. Лучок, смотри, он как кашется прям на этом. Вообще вкусно. На мяске. Вон им печень быстро так берется, да? Да, да. Кстати, мне сейчас написали, помимо того, что сейчас с тещей приедут покушать, Борю привезут. Боря любит, у нас только она готовая уже. Так что приедут еще гости. Пока раскрывать не буду, а вдруг не приедут. Так что оставлю интригу на потом. Ребят, так же как печень, очень быстро готовится рыба. То есть форель. Так что ее не забывайте тоже переворачивать. Смотрите, как скворчит. Это вкуснейшее будет блюдо. Тем более у нас их сегодня три. Плюс у нас есть помидоры, огурцы. Вот так вот проходит идеальная жарка. Смотрите, форели. Скворчит. Готовится очень быстро. Солить можете по вкусу, кто хочет. Но я вам говорю, если вы обмотаете вот так вот, соль вам не понадобится. Будет все солено, нормально, в норму. Тут жара меньше. Куски просто большие. Поэтому там подольше на. Смотрите. Такая печень. Давай я сразу напушу. Мягкая, смотрите, сочная. Берете кусочек печени. Кусочек лука, может, свежего. И кусочек сала. Вот так. Тает во рту, ребята. Так, ну все, смотри. Форелька готовая. Красивая какая. Аж, блин, слюньки текут уже. Так охотно. Смотри, какой сок с нее бежит. Ай-яй-яй-яй-яй. Смотрите. Красотища. Ребят, непогода у нас застала резко просто. Смотрите, какой ливень пошел. Ну здесь по деревам хорошо. В общем, переехали мы сюда. Наталья пошла тещу встречать. В общем, подъедут. Я уже шашлык не смог дожарить. Угли у меня прогорели. Вот сейчас здесь кинул пару дровишек еще. И угли последний засыпал. В общем, смотрите. Сначала успокоилось, ветра нету. А теперь уже все. Непогода, так сказать. По облому все, е-мое. Я думал искупнуться, посмотреть, как там. Почему у рыбаков-то ничего не клюет, как там рыбка. Не знаю, там как сейчас до нас гости доберутся. Но ветрища дует. Смотрите, я уже здесь сижу. Почему я не дожарил этот шашлык? Мне показалось, что угли чуть-чуть слабенькие. Поэтому я думаю, разведу побольше огонь. Мы печень, в принципе, уже покушали. Шашлычок, ничего. Обалдеть. Вот это праздник, смотрите. Айда, праздник какой. Суровая у меня 5000 подписчиков, да? Ребята, вот это контент. Я под зонтом. Шашлык горит, все в машине. Вон гости приехали. Все сидят. Вот Наталья спряталась. Вот смотрите. Один я, блин, должен жарить здесь. У меня шашлык подгорает здесь. А ливень ужасный просто льет. Хорошо, дерево еще. Зонты есть. Немного фортит. Смотрите, что творится. Все промокает нахрен. Так, все, снимаем. Хорошо зажарится все. Немного потемнее. Но все из-за дождя, е-мое. Ложим. Смотри. Наталья. Оп. Лучишко. Прямо так вот. Во. Обдадим. Чуть-чуть подпарится он. И все. И можно кушать. Ну давай весь. Масать чуть-чуть. Да пусть тут уже весь. Все, ребята. Так, ну все. Ребята, готово. Праздник удался. Смотрите. Последняя печень. Форельку подогрел. Все нормально. Шашлычок, машлычок. За это надо налить. Естественно. Так, ребята. Ваше здоровье. Сегодня 5-100. Чуть меньше, да? Не сегодня, а завтра. Уже 10. И так дальше. Так что давайте. Всего самого доброго. Всем пока. Спасибо. Так, ну естественно. Нужно наш форель раскрыть. Кто форель-то не знает так. О, как сдирается. Смотри. О. Видите, смотрите. Здесь чуть прилипло. Это полностью сошло. Также если аккуратненько. Там вилочка или чем. Она сойдет аккуратненько. Короче, ничего не будет. Ну так вот берем. И сразу кушаем. Смотрите. Блин, лимончиком отдает. Так офигенно. Обалденно, ребята. Кема, попробуйте этот рецепт. Обязательно вам понравится. У меня вкуснейшее, честное слово. На, попробуй. Зеленью прям дополняет. Соли хватает, все. Вкусно. Очень вкусная форель, ребята, честно. Вот печень, смотрите. Вот так она прожарилась хорошо. Сок, смотрите. Это с шашлыка сок. Это не от дождя. Ни от чего. Берем лаваш. Берем шашлык. Так, весь не буду снимать, конечно. Вот так вот, половину. Берем лучок. О, вот так. Смотри. Закручиваем. Стаканчик вина. Выходим на природу. То есть, под зонта. Дождик уже прошел. Дети в сборе, семья в сборе. Че еще надо для хорошего счастья? Ешь, пей и радуйся жизни. Вот вам, ребята, закон подлости. Жарили шашлык, дочь. Перестали жарить. Все, погода наладилась. Всех с столу. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok